Здравствуйте! В эфире Первый независимый ЗАП ТВ в студии Роза Бабаян. Мы показываем новости Читы из Забайкальского окрая. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. О заезжих чиновниках, обещающих горы золотые на месте помоек и бараков, просидевших, дай бог, хотя бы год на своих местах, уже можно снимать фильм. Кто-то оставляет кресло в краевом правительстве спокойно, кто-то едет в столицу, а кого-то под руки уводит полиция. Чем закончились истории краевых руководителей в 2023 году? С ты дома или славой расскажем далее в выпуске новостей. О чем мечтаете, земляки? Что не сбылось? А чего бы так сильно хотелось? Выпуски. Первый в этом году планерка в городской администрации. Смотрите в этом выпуске. Вам не нужно ехать на площадь Ленина, чтобы покататься на коньках или санках. Василий Анатольевич Турсабаев все придумал за вас. Он просто забил на городские дороги, а как это было, мы расскажем в выпуске новостей. Теперь об этих и других событиях расскажем подробнее. В 2023 году правительство Забайкальского окрая напоминало шахматную доску. Ферзь, королева, ладья – это министры и зампреды, которых одного за другим списывали со счетов. Все подробности кадровых перестановок в краевом управлении расскажем в нашем следующем сюжете. Ай, сильные, могучие богатыри на славной Руси! Не скакать врагам по нашей земле, не топтать их коням землю русскую, не затмить им солнце наше красное. Век стоит, Русь, не шатается. И века простоит, не шалох... Не шилох... Правительство Забайкальского окрая славится своим разнообразием. Руководители министерства и заместители председателя меняются крайне часто, регулярно и систематически. Все это происходит под крылом нашего губернатора, массовика-затейника Александра Осипова. Кадровые перестановки 23-го года начались с назначения заместителя председателя краевого правительства с приставкой, исполняющей обязанности. Им стал Альберт Мусифулин, уроженец Уфы, бывший депутат Курултая Республики Башкортостан. На новом рабочем месте он продержался всего три с половиной месяца и попрощался. Кресло зампреда покинул по собственному желанию. До господина Мусифули на должность занимал Вадим Петров, назначенный в марте 22-го года, а его увольнение стало известно в конце января. Тогда он поблагодарил коллег и заявил, что продолжает служить Забайкальскому краю на новом поприще. Ушел ради благого дела, однако в конце февраля в СМИ опубликовали информацию о том, что Петров мог быть замешан в коррупционной схеме с руководителем службы единого заказчика и строительных компаний. Позже в прокуратуре сообщили, что его причастность к этой истории установить не удалось. В разгар отопительного сезона также в январе в отставку уходит первый замминистра ЖКХ Роман Слепцов. Должность якобы он покинул по собственному желанию из-за критического положения дел в отрасли. Сам Слепцов свое увольнение никак не комментировал, как и при службе Минэнерго. Мы все так же в январе и на следующий день после отставки Слепцова в регионе назначают зам главы Минстроя, которым стал чиновник из Бурятии Сергей Банников. Он курировал жилищную политику. Отработал всего полгода и уволился. Засветился в медиа лишь несколько раз с комментариями о строительстве школ. Следующим назначенцем в Минстрое стал Алексей Попов из Днепропетровской области. Строил карьеру, между прочим, в Санкт-Петербурге. И по любви за Байкальем у него не срослось. Назначили его на должность замминистра строительства в начале февраля, а бросил работать он уже в августе. В пресс-службе Министерства на тот момент пояснили, что Попов планировал уйти еще раньше. Однако задержался по просьбе зампреда Игоря Дубровина, который сейчас, кстати, арестован. Но об этом позже. Следующий на выход почти звезда региональных СМИ, руководитель администрации губернатора Константин Колыванов, прославившийся фразой про использованные резиновые изделия в адрес жителей Красного Чикоя. Информация о его увольнении появилась 31 января. Тогда зап.ру сообщала, что чиновник покинет свой пост после создания Министерства развития гражданского общества, руководителем которого по совместительству с зампредом должна была стать Наталья Щербина, экс-зампредседателя избиркома Хабаровского края. Так и получилось. Увольнение Колыванова официально подтвердили спустя месяц после назначения Щербины. В феврале выкосило еще двоих. С разницей в один день стало известно об увольнениях главы региональной службы по тарифам Елены Морозовой и замминистра образования Натальи Шибановой, которая вообще считалась долгожителем и работала в министерстве с 2016 года. Морозова же возглавляла РСТ с июля 2019. свой уход она никак не комментировала. Однако потом ей занялась прокуратура. Пока идет расследование, но надзорные органы предполагают, что Морозова требовала с подчиненных возврата премии в ее пользу. А дело было возбуждено уже после ухода экс-главы с должности. Весна, 7 марта. Увольняется первый замруководителя администрации губернатора региона Александр Якимов. Назначен на этот пост он был еще в 2020 году. И, конечно, все снова обошлось без комментариев. В том же месяце из забайкальского правительства уходит зампред, приехавший из Волгограда – Петр Попов. Любитель участвует в шоу на телевидении, например, в «Давай поженимся». Сам он рассказал, что поедает пост, потому что у него закончился контракт, пообещав не бросать за байкалья насовсем. По итогу чиновник, считавший, что люди уезжают из региона из-за негативных новостей в СМИ и, в частности, на ЗАП-ТВ, удачно и пышно женится и уезжает в столицу. Пост Попова занял Ачир Дамдинов. А в 17 марта он был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Забайкалья в правительстве России. В апреле о своем увольнении объявил руководитель пресс-службы губернатора Забайкальского края Роман Шадрин. Позже стало известно, что он перешел на работу в Центр управления регионом. Через три дня, 7 апреля, покинул Минстрой заместитель министра, главный архитектор Забайкальского края Павел Исаев. Уроженец Хабаровска стал заместителем министра в 2021 году. Забегая вперед, добавим, что главного архитектора региона назначат только в ноябре. Им станет Виктория Якимова. Очередной скандал в этом году пришелся и на Минсотзащиты. В апреле проходило избрание председателя контрольно-счетной палаты, которым в итоге стал министр труда и социальной защиты Дмитрий Семенов. Временно исполняющей обязанности главы министерства стала Елена Нижегородцева, которая до этого была заместителем Семенова. В сентябре становится известно, что чиновница пойдет под суд за отказ от денег на жилье детям-сиротам. Однако на тот момент должность она еще не занимала. Позже вакансия министра появилась на сервисе по поиску сотрудников. Десятки проходимцев, не просидевших в своих креслах и погоду, дела передают от одного к другому и только и пытаются, что затыкать сквозящие дыры. Продолжение кадрового кошмара в правительстве губернатора Осипова смотрите в наших следующих сюжетах. С наступающим, земляки! Валерия Наумова, Полина Милина, Павел Шухляев, ЗАПТ-ТВ. Их мечты разные, но все касаются одного – улучшения качества жизни. Накануне Нового года мы общались с читинцами, чтобы узнать, о чем они сожалеют, что обещали им чиновники и чего не выполнили для них слуги народа. О чем, кстати, мечтают последние, мы также расскажем прямо сейчас. Итак, новый 24-й год вступил в свои права. Закончилась предпраздничная суета, забайкальцы вручили друг другу подарки, закатали желания и доели все салаты. А накануне самого волшебного праздника детства мы пообщались с горожанами, чтобы узнать, что не сбылось теперь уже в ушедшем 23-м году и какие надежды они возлагали на тех, кто у руля власти. Мне кажется, многое они сделали. Вот сейчас наблюдаю, такая вот идет картина, что Щеглова дала распоряжение как бы уже вырубать, ну, практически в центре города лес. Ну, что это хорошего-то? И так у нас зелени как бы немного совсем, тут последнюю врубают. Ну, вы знаете, вот, и опять-таки много таких вот, посмотришь, в Манчжурии, значит, вот Щеглова там открывала, там или присутствовала, там площадь на площади она была, там все чистенько, и как у нас? Нет, ничего не убирается, до МРСУ, ну, до МРСУ сейчас, наверное, нет уже. Не работает, ну, как-то, мне кажется, они много не сделали. Я обещаю, но не делаю, только зарплату себе повышают. Да ничего хорошего вам сказать не могу. Особо я не слежу за ихними обещаниями, потому что уже давно ничего не верю. Не знаю, насколько это чиновники не сделали, но очень не нравится грязный воздух в Чите. Дышать нечем. Я прожила очень долгое время там, где чистый снег, и живу вот пятый год в Чите. Очень тяжело с зимой. А чистый снег где? Это Хабаровский край, север. А воздух там какой? Очень чистый. Зарплаты пусть повышаются. Кому? Вам. А вот ваша зарплата какая? Я сам техником работаю, у нас зарплата маленький. Ну, сколько? Ну, сколько? Ну, 30 с чем-то. Не знаю, я местная, я не местная. Откуда вы? Я вообще в гостях с Карелии, так что... В Карелии как чиновники работают? Как все. Что там не так? Всяка бывает. Не буду портить Новый год им, пусть они отдыхают. С Новым годом вас! Одна из самых популярных претензий четинцев – скользкие улицы. Городские завхозы меняются, проблема неизменна. Пешеходы, пытаясь добраться до точки Н, как падали, так и продолжают падать. Однако, как отмечают многие, даже во времена Александра Сапожникова не было подобной гололедицы. Конечно, скользкие. Ну, что тут сегодня снег прошел? Совсем ерунда, да? Можешь было посыпать солью, он до 25 градусов действует, правильно? И подмести. Ну, кое-как прошло, и тут не упало. Ну, дороги, да, желательно. И тем не менее, горожане мечтают, однажды их желание исполниться, а родной город все же станет комфортным для жизни. И если городские власти возьмут реванш, чтобы построить очередной парк, то он будет на земле, а не на болоте. Я бы хотел, чтобы нам, народу, сделали парк, значит, за Сибво, сосновый массив. Мы бы перекрыли там туда движение, сделали парк хороший, чтобы люди могли прогуливаться, сделали дорожки и так далее. Вот это хотел бы очень. Парк бы хороший был, многие бы туда ездили. Чтобы они больше заботились о людях, чтобы чисто было, и цены были нормальные для нас, и ЖКХ, и все на свете. Ну, чтобы они работали, а не болтовнью занимались. На что нужно обратить внимание? Особое. На коммуналку все-таки. А то у нас как отопительный сезон начинается, у нас начинается ремонт. Летом. Ну, вот тынчи вроде летом начали они что-то делать. Все-таки загодя поменьше было. Но все равно бабушкино у нас постоянно там перекрыто. Здесь у нас тоже, блин, только отопление включили, канализация замерзла. Так что есть проблемы. У большинства краевых и городских властей тоже есть мечта. Если они ее и озвучивают, так это где-то в кулуарах, коридорах власти. Это желание заветное и пока никак не может сбыться, чтобы ЗАП-ТВ скорее закрылось. К слову, многие пророчат это каналу уже не один год, а добрый волшебник все никак не может услышать исходящую с глубины души мольбу. Сити-менеджер Читы Инна Щеглова тоже мечтает о подобном. Чтобы вокруг нее, словно аромат шлейфовых духов, витала и окутывала каждого исключительно положительная информационная повестка дня. Она призывает журналистов, как мы понимаем, именно ЗАП-ТВ стать добрее, чтобы простыми словами робко закрывать глаза на все недочеты с их стороны. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю побольше хороших новостей, потому что хорошие новости, они формируют наше с вами настроение, не только наше, но и читатели, которые читают вас. Благодарю всех тех, кто на самом деле замечает что-то хорошее в городе Чита. А это из вас большинство, за редким исключением. Поэтому давайте будем, ну, наверное, смотреть на все более добрыми глазами. Чтобы в новом, двадцать четвертом году в сюжетах корреспондентов ЗАП-ТВ было примерно вот так. Вы знаете, мне кажется, все нормально. Я вот как-то, мне хорошо. Я как-то таки не обращаю внимания особо. Меня все устраивает. А в двадцать четвертом году что бы хотели, чтобы было сделано? Ну, не знаю, мне все так, все хорошо. Мне правда все хорошо. Анжелика Панибрашина, Анастасия Шадрина, Иван Дементьев. ЗАП-ТВ Прокуратура проверит принятие постановления законодательным собранием Забайкалья, которое предусматривает дополнительные премии депутатам и сотрудникам парламента. Об этом корреспонденту ЗАПРУ сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В соответствии с этим проектом народным избранникам, работающим на постоянной основе, а также госслужащим из аппарата регионального ЗАГС собрания, будут наделяться дополнительные средства в размере 15% от годового фонда оплаты труда на премии. Общая сумма фонда стимулирования составит 22 миллиона рублей. Главу города Могоча в Забайкальском крае Наталью Века обвинили в халатности, повлекшей гибель четырех человек при пожаре в муниципальном общежитии. По версии следствия, она не принимала мер для ремонта здания и не переселяла из него людей. Об этом сообщил старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников. Имя главы опубликовано в открытых источниках. Жилой одноэтажный дом, напомним, загорелся вечером 25 марта 22 года в Могочи, его тушили около четырех часов. Утром следующего дня пожарные обнаружили под завалами тела трех погибших. Глава, осведомленная в силу занимаемой должности о ненадлежащем состоянии здания и нарушении правил пожарной безопасности в нем необходимых мер не принимала и не выселяла из него людей. В результате ее халатных действий 25 марта 22 года от замыкания электропроводки возник пожар, повлекший гибель четырех проживавших в общежитии лиц и причинение крупного материального ущерба в общей сумме около пяти миллионов рублей, говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье «Халатность», повлекший причинение крупного ущерба и по неосторожности смерть четырех лиц. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Жители Читы обратились в администрацию президента с жалобой на отсутствие газа в доме поселка Энергетиков. Об этом одна из жительниц дома сообщила журналистам. Читинцы начали массово жаловаться в СМИ на отсутствие газа еще в декабре. Также они сообщали, что не могут дозвониться до аварийной компании «Читоблгаз». Заместитель генерального директора «Читоблгаза» Станислав Волынкин позже рассказывал, что «Читинцы» не могут дозвониться до диспетчерской компании из-за непрерывного потока звонков, поскольку газа нет во многих домах города. По данным Волынкина, ситуация с газом должна стабилизироваться только к середине января. Изполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края Иван Ларионов объяснил проблемы с газоснабжением многоквартирных домов несколькими причинами, сильными морозами, устаревшим оборудованием и задержками поставок по железной дороге из-за аварий на Байкало-Амурской магистрали. Администрация Читы обратилась в прокуратуру из-за сбоев в работе двух маршрутов. Об этом сообщила во время еженедельной планерки накануне в мэрии глава комитета городского хозяйства Марина Попова. Был у нас сбой в работе общественного транспорта маршруты номер 35 и 121. Дело в том, что в новогодние праздники перевозчики предоставили график работы, поскольку пассажиропоток был меньше. Третьего числа все перевозчики должны были выйти на работу, но ни 35-й, ни 121-й на работу не вышли. «Мы направили соответствующее письмо в прокуратуру, чтобы были приняты меры в отношении перевозчиков», сказала Попова. Напомним, в редакцию Запру неоднократно поступали жалобы на работу маршрута номер 35. Ранней власти объясняли эту проблему нехваткой водителей. В Новый год со старыми проблемами. Холод, мусор, леденелые дороги. Каков план городских властей после новогодних каникул, смотрите далее в сюжете. Первая планерка в мэрии в 2024 году. «Задач у нас в этом году много. Желание работать, я надеюсь, ни у кого не отпало за длинные выходные. Поэтому давайте приступим к работе. У нас доклад дежурного по городу. Александр Николаевич, пожалуйста». «День в целом прошел в штатном режиме. Было три пожара. Один ночью, практически позавчера уже. Это чердачное помещение, 500 метров. Два пожара мусора. Все остальное, в общем-то, без эксцессов, без аварийных ситуаций». В ночь на 8 января с Горького 40 эвакуировали 20 человек. 40 сотрудников МЧС потушили пожар. Причины возгорания устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора. Также, хоть и в ручном режиме, затухает один из пожаров социально напряженного характера. «Параметры по котельной мы продолжаем отслеживать. Теплоэнергосервис в суточном режиме выезжаем. Буквально через три часа параметры держатся в оптимальном состоянии». «Давайте, наверное, уйдем с двухчасового мониторинга хотя бы на два раза в день. Утром и вечером. Утром и вечером для того, чтобы было понятно, каким образом. Так, в целом, котельная проработала в течение всех выходных дней достаточно стабильно. От 77 до 82 была подача. Поэтому, в принципе, жалоб ни у меня, ни в ЕДДС о том, что холодно в домах, которые подключены к данной котельной, соответствующих не было. Продолжаем мониторить тоже, в том числе, подачу газа. Но сейчас Марина Викторовна нам отдельно расскажет, что у нас там с учетом сложившихся обстоятельств. Заявок по отоплению в новогодние праздники не было. Дальше у нас следующий слайд по ЧТАО «Булгазу». Да, поступило за весь период новогодних праздников 312 заявок. Было это связано, прежде всего, с некачественной подачей, либо отсутствием, в принципе, в домах газа. В настоящее время у нас за новогодние праздники поступило 400 тонн. И залили во все групповые установки, в период с 30 по 8, 160 тонн при месячной норме 180. То есть ЧТАО «Булгаз» комментирует отсутствие надлежащего качества предоставляемой услуги тем, что были достаточно продолжительное время отрицательные температуры, и газ замерз. Затем уже промерзла земля, поэтому давление они поднять не могут. Сегодня у нас в 14.30 совещание с ЧТА «Энергозабытом» будет по вопросу подключения греющего кабеля, непосредственно газокольтерные на групповые. Но вопрос в том, что если вывозить образно розетку с какого-то одного дома, то ОДН увеличится у этого дома, а групповая стоит на несколько домов. Вот нам надо как-то решить этот вопрос, и я думаю, постараемся уже на будущее ликвидировать данную ситуацию. Новогодние праздники неминуемо связаны с переполненными мусорными баками. Была дана оценка и этому. Олерон. Ну, Олерон у нас вывез практически 15 тысяч тонн мусора за новогодние праздники, но хотелось бы отметить, что работа Олерона в этом году хуже, нежели чем в предыдущие периоды в новогодние праздники. У нас систематически не вывозится КГМ, как он не вывозился, даже Новый год не повлиял на деятельность данной компании. Не вывозится у нас картон, ну, в общем, не вывозятся асортированные отходы. Ни картон, ни бумага, ни пластик. Из Олерона кто есть у нас сегодня на оперативке? То есть, да, самый, условно, так скажем, недобросовестный поставщик услуг в новогодние праздники у нас еще и не присутствует на оперативке. Давайте отдельно соберемся с Олероном, потому что работу нужно выстраивать в этом году совершенно по-иному. И такое пренебрежительное отношение к жителям, конечно, оно непозволительно, но и мы тогда будем предпринимать несколько иные форматы взаимодействия, в том числе с контрольно-надзорными органами. Не хотят по-хорошему, тогда будем по-плохому. И это очень плохо. От мусора к дорогам рассол понадобился не только тем, кто бурно праздновал, но и комитету ЖКХ. Слили мы оставшиеся два куба рассола по улице Журавлева и Бутина. Это там, где у нас очень крутые подъемы, и на Бутина, где обычно у нас проблема у общественного транспорта с подъемом. Там эффект есть. На остальных улицах мы используем ПГМ. Ну и все, наверное, заметили, что он весь лежит либо в приладковой части через 30 минут, либо непосредственно на разделительной полосе. Поэтому как бы рассол, кто ни говорил, что до этого не очень эффективно работает и добавляет скользкости, опыт показал, что уже нет. Все совершенно и наоборот. Мы разимся так. Давайте эту работу как бы усилим для того, чтобы, во-первых, убрать, естественно, накатушу снега, который у нас имеется, и приступить к очистке всех тротуаров, потому что ходить действительно невозможно, люди жалуются. И это видно, к сожалению, январь, он показал, что такая работа просто по подсыпке, и она особенного результата не дает. Необходимы, конечно, и иные формы, и в том числе применение рассола. Если уж мы его поэкспериментировали, и он в наших условиях возможен для применения и не оставляет вот эту корку льда, которую опасались все и как бы сознательно не применяли в пониженную температуру, то сейчас у нас температура позволяет, и днем это можно делать. Андрей Владимирович, хосточка у нас на связи. Алирон на связи? Алирон на связи. Кто у нас, Андрей Владимирович? На связи кто у Алирона? Да? Андрей Владимирович? Закончился энтузиазм. Елена Сергеевна, добрый день. Добрый день. Извините, со связью немножко у нас тут проблемы, да, поэтому сразу не смог подключиться. Да, добрый день. Но нарекания к службе вообще работы Алиронов в течение выходных дней праздничные очень серьезные. Я надеюсь, что вы услышали все, что сказала Марина Викторовна. Сегодня начался уже рабочий процесс. Очень много уже сегодня поступает заявок о том, что по 3-4 дня не вывозите мусор. Эту ситуацию нужно поправить, особенно все, что касается сортированного мусора и КГМ. Я надеюсь, что у вас это все на контроле и сегодня вы решите эту проблему. Надеюсь, что все вышли из выходных в добром здравии. Да, Елена Сергеевна, все машины у нас вышли на линию. Да, водители тоже все как бы в полном здравии. Мы постараемся в ближайший день-два стабилизировать обстановку и по сортированному мусору, ну и по обстановке в целом подвозу. У вас была какая-то тактика с самого начала? Вы ее придерживались? Ну, короче, да. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Спасибо, Андрей Владимирович. Я услышала ваши обещания. У нас свидетелей много. Да, подождите секунду. Мы услышали при свидетелях ваши обещания день-два решить вопрос и все полностью почистить. И отдельный вопрос Марина Викторовна вам передает от себя лично по елкам. Что у вас с елками? Хорошо. По елкам. По мере поступления елок на контейнерной площадке, мы, конечно же, будем, как и все прошлые годы, их сразу же подхватывать и вывозить. Напоследок Инна Щеглова отметила, что год будет непростым. Тут и выборы, и большой план по раскопкам, и реализация нацпроектов, да и сам год. Начался в понедельник. Всем спасибо. С началом нового года. Вячеслав Бахницкий, Анастасия Шадрина и Павел Шухляев. ЗАП-ТВ Крепкий хозяйственник. Такой титул можно выдать далеко не всем читинским управленцам. А как обстоят дела у Василия Турсобаева в Черновском районе, выясняли Валерия Наумова и Михаил Медведев. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахоклились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. Зимой в Чите застывают не только реки, но и дороги, да причем так, что опасный каток поджидает Вас под тонким слоем свежевыпавшего снега, который вряд ли кто-то кинется убирать. Один из самых заснеженных районов краевой столицы – это Черновский. Во главе угла стоит видный глава Василий Турсобаев. Мы на Фадеево-2, прямо напротив администрации Черновского района. В последние несколько дней снег в Чите идет с завидной регулярностью. Однако местные коммунальные службы такой стабильностью похвастаться не могут. Коммунальные службы не то, чтобы не могут похвастаться стабильной работой. Говорить не приходится даже о численности снегоуборочной техники по всему городу. Например, 7 декабря на уборке работали лишь два погрузчика и шесть разбрасывателей песка. И это при том, что протяженность дорог в Чите больше 500 километров. У нас с сегодняшнего дня выезжает техника для того, чтобы работать на тротуарах. Впервые за последние несколько лет нужно будет посмотреть, каким образом все это будет организовано и осуществлено. Понятно, что техники очень крайне мало, на все улицы не хватит. Но на что нужно обратить особое внимание? Особое внимание обращаем на автобусные остановки, особенно там, где есть занижение. Потому что очистить очистили, снег остался. И сейчас как раз именно на спуске из троллейбусов, из автобусов очень некомфортно жителям города Читы как раз именно выходить. Судя по всему, техника сюда не доехала. А мы добрались, но только на коньках. Только за сутки, 31 декабря, в травматологию обратились 36 человек. Двоих покусали собаки, а вот 13 человек ушиблись на льду. Я уже говорила, говорю, что у нас на территории города работают пять подрядчиков, у которых есть техника, у которых есть соответствующие ресурсы. Песок, песко-соляные смеси. Песко-соляные смеси, напомню, что мы не можем использовать при наших пониженных температурах. Мы это делали, если вы помните, в конце ноября и в начале декабря, тогда, когда массово посыпались и убирались улицы. А сейчас у нас с вами как таковой ледяной корки, которая сформировалась после крайнего снегопада, ее нет, сейчас это уже снежные накаты, которые посыпаются только исключительно песком. Не самая лучшая, конечно, методика, но другой, к сожалению, нет ни в одном из городов. Поэтому мы засыпаем обильно все возможные самые главные магистрали города Читы. По всему району расчищены только мелкие куски пешеходных дорожек и основные транспортные развязки. Иногда чистят территорию перед администрацией района, чтобы, не дай бог, наш барин Василий Анатольевич не раскатился на собственной территории. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАПТ-ТВ в социальных сетях на своих страницах и делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры предоставлены Бутиком Вижутерия Виктория в торговом центре Сувениры. 11 января в четверг погода будет солнечным. Ветер восточный 2 метра в секунду. Ночью температура от 28 до 26 и от 16 до 18 градусов со знакомин с днем. В Черри Центр Чита всегда в наличии кроссоверы Тига 8 Pro Max и 7 Pro Max. Компактный 4 Pro и стильный Ариза 8. Мы поможем подобрать нужную модель и комплектацию. У нас есть выгоды. Покупка в трейдинг и кредит. При покупке 8 Pro Max зимние шины в подарок. Ждем вас в нашем автосалоне. Оставайтесь с нами на первом независимом ЗАПТ-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok